Мне кажется, с возрастом человек становится интровертом. И вот то маленькое пространство, в котором он обитает, там штучные люди действительно остаются, проверенные и временем, и даже расстоянием. Друзья мои действительно сейчас в Москве, потому что я очень давно здесь живу, и они были рядом, и они знали меня разной, и помогали мне как могли. В Армении у меня родные. Как-то так. Сестра в Америке. Сейчас мир стал таким маленьким. Везде есть твои. Наверное, это хорошо. Берд для меня был, знаете, такое убежище, такое интимное место, куда я возвращалась, и никому по большому счету до меня не было дела. А сейчас я стала интересной для местных персонажей, конечно. И вот эта бодуарность моего родного края, кулуарность, она исчезла, к сожалению. Ну, это то место, где я отдыхаю, потому что там живут мои родители, и, в общем, лучше всего мне, спокойнее всего там. Мама говорит, я помню, я, значит, выхожу на веранду, ты стоишь на самой верхней ступеньке лестницы, и куда-то с ужасом в отбор смотришь. Я подхожу, там на нижней ступеньке, это значит, что это 10 ступенек вниз, на нижней ступеньке лестницы проползает маленькая такая, крохотная в два сантиметра гусеница. И ты на нее смотришь с таким ужасом, и ведешь с ней переговоры. Гусеница, а гусеница, ты сегодня уже ела, или мне во двор не спускаться? В общем, мы очень смеялись. Ну, вот этот же священный страх перед гусеницей, мне кажется, он у меня остался, потому что периодически мне снятся какие-то чудовищные гусеницы, которых я очень боюсь. Ну вот воспоминания из детства, правда, помню не я, помнит мама, но мы очень смеялись, когда она об этом рассказала. Была чудесная встреча с читателями в Книжном доме Москва, и ко мне подошла девушка и сказала, наверное, вы знаете, когда человек в своей стране, он своим поведением представляет свою семью. Когда он за границей, он представляет свой народ. И спасибо вам большое, что вы здесь, в Москве, именно так, таким образом, такими книгами представляете свой народ. Это, наверное, был самый большой комплимент, которого, мне кажется, может удостоиться любой понаехавший или поуехавший автор. Я в Москве бесконечно благодарна, потому что если бы в Москве в моей жизни не случилось, я бы книжек своих и своих не написала. Вдохновение, оно очень редко тебя посещает. Спасибо, если один раз в месяц. Это счастье, когда ты сидишь, и тебе легко и просто пишется. Иногда такое бывает. Но чаще всего ты... Вот в моем случае я просыпаюсь с утра, я завтракаю, я сажусь перед ноутбуком, я открываю текстовый редактор и начинаю придумывать множество причин, почему мне сейчас нужно не писать текст, а что-то там сделать быстро, значит, я постель запрял, говорит, забыла, я там что-то вот забыла, мясо из холодильника достать забыла, а мне же всего не там готовить. В общем, минут 30. Я взрослый человек, мне 47 лет. Я придумываю разные причины, почему мне не нужно работать. Как так получилось, что я стала писать воспоминания о моем детстве, я тоже не помню. Но в какой-то момент, когда уже у меня читателей стало достаточно большое количество, и они стали говорить о том, что неплохо было бы, чтобы получилась книжка, я стала думать о том, что, ну, может, когда-нибудь на меня выйдет издательство. Я бы сама никогда не решилась никому ничего свое отправлять. Ну, какой из меня детский писатель? Я, в общем, не детский, можно даже сказать, что я вообще неправильный писатель, потому что мне очень сложно надо в какую-нибудь нишу пристроить. Ну, может, я писатель для семейного чтения, не знаю. Ну, точно не детский, потому что меня часто там читатели ругают, что как же так у вас в книжке там недопустимое слово «жопа». Это слово не для детской книжки. Стыдно, ужасно. Я учу детей плохому. Искусственно купировать речь тоже неправильно. Ну, что такое? Ну, вы представляете? Ну, мы в жизни говорим вот так, а в книжке будем изъясняться там великосветским русским языком. Это же будет глупо. Представляете, вот таким вот языком бердская бабушка ругает свою внучку за то, что она там испортила обед, который она варила, три часа. Это же невозможно. В это никто не поверит. Более того, это бабушка меня потом в берде поймает и скажет, что с ума сошла. Кто у нас такими словами ругает детей? У меня какая-то вот очень сильная связь, ощутимая связь с моими бабушками, прабабушками, прадедушками, даже с теми, кого я не знала, может, потому что мне о них постоянно рассказывали. Она нам рассказывала удивительные сказки, которые, по-моему, придумывала сама, сразу. Нигде больше я этого не встречала и таких персонажей я нигде не встречала. Мне кажется, еще тогда в детстве вот эти чудесные рассказы, они заложили в нас, во-первых, какое-то творческое восприятие мира, а, во-вторых, как-то вот невидимое. Неделя связала нас именно со старшим поколением, которые эти чудеса нам в виде рассказов дарила. К сожалению, там все действительно истории придуманы и все персонажи придуманы, хотя, в общем, прототипы, они живут со мной, они всегда, они живут в моем родном Берде, и это те ситуации, которые я наблюдала и знаю. И единственное документальное там это имена моей прапрабабушки и прапрадедушки Василия и Анатолия, и я хотела, чтобы эти имена жили. А так, я предполагала совсем другое, я предполагала смешной сборник рассказов о стариках, вышла совсем другая история, и она получилась, она получалась не так, как я хотела, она даже, может быть, получалась вопреки, потому что я там, например, павлина не планировала, непонятно, откуда вылез, и я потом долго не знала, что с ним делать, и куда его вообще, и как с ним быть. Ну, в общем, как-то все закончилось. Я очень благодарна, что эта книга в моей жизни случилась. А счастливых ситуаций у меня в жизни было очень много, это и рождение сына, и выход первой книжки, когда я, я не могла поверить, что у меня вышла книжка, я помню, это моя единственная книжка, которую я перечитала, наверное, раз 20. Я ее дочитывала, потом открывала с первой страницы и снова читала, и не могла нарадоваться тому, что у меня все-таки вышла книжка. И таких моментов у меня в жизни бесконечное количество, и я очень рада людям, которые мне это счастье дарят, мне вообще очень везет на людей, и я уверена, что хороших людей подавляющее большинство, и отношение к человеку, к тебе, определяется твоим отношением к нему. Будь добр, будь вежлив, улыбайся, и тебе будут улыбаться в ответ, поэтому я считаю, что я счастливый человек. Да я не считаю, я уверена в этом. Я безумно благодарна клубу Кожухова именно за то, что менеджеры клуба они как-то сразу прониклись идеями созидания, и они делали все для того, чтобы эти путешествия получались, они приходили на наши мероприятия, они у себя проводили разные там мероприятия, которые в том числе помогали созиданию. Так что спасибо огромное, что вы с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!